Передать историю нашим детям – залог того, что подвиг народа не будет забыт, а наша жизнь будет продолжаться. А еще важно усвоить урок не только прошлого, но и настоящего. Ведь порой опасность таится в самых простых вещах. Печальные истории с одним и тем же сценарием повторяются из года в год, только за май из окон выпали четверо детей. Последний случай произошел буквально накануне в Мозырьском районе. Не допустить трагедию под силу каждому родителю. Как сделать детские игры безопасными, расскажет Елизавета Локотко. Дети просто играют, а неприятности находят их сами. Причем опасность таится в самых простых вещах. И если одних хранит судьба, то другие попадают в самые непредвиденные ситуации. В Бобруйске годовалый мальчик упал со второго этажа. Малыш выжил, но получил немало травм. По данным СК, пока взрослые находились в соседней комнате, ребенок залез на кресло, а после – на подоконник. В Быхове с балкона пятого этажа выпал четырехлетний малыш. Мама думала, что сын спит и вышла в магазин. Ребенку, можно сказать, повезло. Ушибы и ссадины не опасны для жизни. А в Гомеле из окна квартиры седьмого этажа упал трехлетний мальчик. Спасти его медикам не удалось. Один месяц и уже три факта. По каждому случаю падения или гибели ребенка правоохранители проводят проверку. Выясняется, имело ли место преступление или все же несчастный случай. В Беларуси за оставление в опасности своего чада родители могут понести уголовное наказание. Будет являться оставлением в опасности тогда, когда родитель умышленно сам заведомо знал, что ребенок остается в квартире. К примеру, знал о том, что окна открыты. Ребенок остается в этой квартире один. То есть за ним никто в этот момент не будет присматривать. То, конечно же, и вот ребенок выпадает из окна. Конечно же, здесь необходимо проводить проверку. И думается, что здесь будет оставление в опасности. Минимальное наказание по статье «Оставление в опасности» – штраф и арест. Максимальное – лишение свободы сроком до трех лет. Гибель ребенка – самое страшное горе. И вместе с тем родители не отрицают, что именно они несут ответственность за своих малышей. Каждая мама, папа несут ответственность за своего ребенка. И если не досмотрели, ну, собственно, вина – это в первую очередь родители. Москитная сетка не защитит от падения, поэтому объясняем, следим за ребенком. До рождения дочки мы этот вопрос тоже решили. То есть мы поставили специальные окна, замочки на ключе, которые даже сами не могли иной раз открыть. То есть мы как бы в этом плане, ну, за безопасность. В помощь родительскому спокойствию и юной любознательности давно пришли современные механизмы. Ключом к решению проблемы стали так называемые детские замки и затворы на ручках окон. Цена безопасности – всего около 15 рублей за изделия в стандартной комплектации. За 2018 год было продано блокирующую устройство на рынках Беларуси. Это порядка только 5% от общего количества произведенных окон. Потратив сегодня незначительную сумму денег, ты пассивно обеспечишь безопасность самого дорогого, что у тебя есть. Монтаж данного элемента может произвести любой человек, который знаком с отверткой либо шуруповертом, причем мужчина, женщина. В комплекте идут все необходимые элементы для установки. А вот москитная сетка несет в себе скрытую угрозу. Ребенок запросто может переоценить ее барьерные возможности, облокотиться и улететь вниз. Эта конструкция убережет только от нашествия насекомых. Дети опасности не ищут, они просто познают мир. Печальные истории с одним сценарием повторяются из года в год. Ребенок играл, залез на подоконник доли секунды и упал вниз. Предугадать финал этой истории невозможно, а вот предотвратить трагедию под силу каждому родителю. Елизавета Локотко, Иван Мартынович и Виктор Шпак. Агентство теленовостей.